Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 20 лет, я учился в институте, где здесь есть знакомые, но не друзья. Друзья в моем родном городе, и лет у меня получается хорошим, так как я много гуляю с друзьями. Но вот я приехал обратно на учебу, живу здесь одна, и в душе будто пустота. Плюс еще есть проблема, мне хочется, чтобы у меня была девушка. А моя мама боюсь не примет меня за это, так как я самая девушка. Моя мама мусульманка и не понимает этого. Она знает обо мне всегда говорить, что я ненормальная. Поэтому я не понимаю больше эту тему, уверенно она думает, я перестала думать влюбляться в девушек. Но это не так. В будущем я боюсь, что если я буду в отношениях с девушкой, то мне придется больше не общаться с мамой. Не потому что я так хочу, а потому что мама может не принять меня. Я всю жизнь жила с мамой и бабушкой, то мне очень тяжело не общаться с ними. И общаться становится все сложнее. Парадокс. Еще у меня постоянная тревога, когда я в институте общаюсь с людьми, мне становится легче, но приходя домой, я чувствую себя снова разбитой. Уроки уже задают, единственная надежда, что они помогут мне как-то скрасить время. Но свободного времени все равно остается слишком много, поэтому я чувствую себя очень одиноко и постоянно хочу спать. Еще когда мне совсем становится плохо, я начинаю плакать и почти ничего не могу есть. Как чувствовать себя хорошо внутри и не волноваться. Еще бывает так, что я не могу понять, кто мне нравится, мальчики или девочки. Я начинаю загоняться по этому поводу, по поводу того, кто мне нравится, девочки, правильно ли это и тому подобного. В первую очередь я бы, конечно, рекомендовал бы вам обратиться к врачу. Сначала просто к терапевту, вот, обследоваться, создать анализы, ну, какие необходимо. Как-то проверить свое здоровье, вот, если, если что-то вдруг у вас найдут, да, если вдруг, ну, если вдруг у вас что-то будет, то пройди лечение, соответственно, да, потому что, ну, вполне может быть такое, что вам, может быть, нужна помощь. Это первый, первый момент. А второй момент заключается в том, что вы как-то, на мой взгляд, не спарированы от своих родителей, и слишком сильно к ним, вот, что называется, привязаны, как мне видится этот момент, и через что-то зависит от их, от их мнения, от их, ну, от их, значит, какой-то вот такой, ну, позиции, что ли, да, то есть... Вот, и как будто вы, вот, пытаетесь их ожидания, их надежды, значит, оправдаться. То есть, ну, вот, на мой взгляд, это является достаточно серьезной проблемой, потому что вы не чувствуете себя свободно. Так же я рекомендовал бы вам, конечно, вот, как-то обратиться к сексологу, вот, для того, чтобы он помог вам разобраться с, вот, ну, с вашей идентичностью гендерной, вот, для вас это будет хорошим, на мой взгляд, вариантом, да, хорошим, на мой взгляд, хороший, точнее, на мой взгляд, в позиции, вот, потому что вы сможете для себя, ну, решить вот этот вопрос, вы сможете для себя разрешить этот вопрос, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, то есть это вот примерно, ну, примерно такая история, примерно такой момент, да, хочется вам сказать. Вы демонстрируете, я повторюсь, именно, что вот эту вот несепарированность от своих родителей, вот, ну, в какой-то степени, значит, зависимости от них. Вы демонстрируете, вы демонстрируете, и вот, соответственно, у вас такая вот, такая проблематика вырисовывается. Это все корректируется, это все корректируется в психотерапии, на мой взгляд, вот, то, что вы описываете про родителей своих, да, вот, ну, вот, как вы пишете про них, это связано с тем, что своих родителей вы идеализируете, да, то есть, как, ну, когда-то вы идеализировали своих родителей? Сейчас, сейчас, они уже, как-то, вот, явно не соответствуют, потому, как вы их видите, ну, врачейны за них, значит, цепляетесь, вот, врачейны цепляетесь за... своих родителей, вот, что же, такая, ну, достаточно, как мне кажется, деструктивная история, потому что, там, ну, несложно догадаться, да, несложно догадаться, несложно увидеть, куда вас это приводит, ну, со временем, то есть, приводит вас это вот только к, такому, скажем, негативу, да, достаточно, достаточно, достаточно сильному, достаточно, вот, ну, серьезному, вот, то есть, это вот, такое ощущение неслабое, неслабое. Ну, вот, вы чувствуете себя, ну, где-то, вот, в какой-то степени чувствуете себя, естественно, вы чувствуете себя, ну, может быть, чрезмерно зависимы, вот, вот, как раз, ну, других людей, людей, да, потому что, потому что, вот, слабо опираются за себя, слабо, 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 слабо доверяют себе, вот, если, 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 вообще, себя доверяете, то есть, ну, опять же, мне, например, показалось, да, что, что вы себе, вообще, вообще не доверяете, и, вот, себя довольно обесценивают, довольно сильно себя обесценивают, как мне показалось, исходя из, вот, того, что вы описываете, в своем сообщении. А, что касается свободного времени, то, конечно же, это вопрос ваших, ваших, ваших интересов, очень сильно, очень сильно доказать, ваших интересов, то есть, того, как вы обращаетесь со своим интересом, как вы реализуете свои интересы, как, как вы, ну, например, слышите свои интересы, если, если вы их слышите, да, опять же, например, у меня есть сомнения в том, что, в том, что, в том, что, ну, что вы всегда слышите, у меня есть некоторые сомнения в этом, поэтому тут тоже нужно посмотреть, тут тоже нужно подкорректировать этот момент, если есть такая необходимость. Вот, ну, на мой взгляд, она есть, в остальном решать вам, вам решать в остальном, делать это или нет. Вот, на мой взгляд, это необходимость, она присутствует. Вот, 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 пожалуй, вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам предложить сейчас. Вот. Что касается подтверждения вашего момента, того, что она говорит и думает, что, что вы не нормальная и так далее, вот, что, там, тоже мне показалось достаточно важным моментом. Вот. Я думаю, что на сегодняшний день, на данный момент времени, нет. А мама пока что просто отзеркаливает вам то, что вы сами думаете про себя. Вот. То есть вы сомневаетесь, там, условно, говоря, вы сомневаетесь в себе, да? Вы сомневаетесь в том, что вы, ну, что вы нормальная, да? И, соответственно, моя мама, когда это говорит, она, ну, просто, вот, ну, просто, вот, так, вот, получается, что, что она, просто, ну, отвечает, отражает, там, то, что вы думаете сам. Вот. И, ну, потому что у вас, как бы, своего мнения, да, на этот счёт, нет. То есть вы сами, как-то, вот, ну, не сформировали свои позиции. И, на мой взгляд, требуете от себя эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Здесь и сейчас, да, как бы говорите вы, я должна решить, кто мне нравится, вот, ну а вот почему вы должны прямо здесь, прямо здесь и сейчас это решать, да, то есть как бы зачем, пока вы чувствуете одно, вот, потом, может быть, вы почувствуете другое, то есть вы себя вот в этом смысле как будто торопите, я не очень понимаю зачем, куда вы спешите, вот, не помню, говорил я вам это или нет, поэтому на всякий случай, хотелось бы повторить, значит, у вас вот, ну, действительно, как-то получается, что много свободного времени, и вы вот как-то, получается, думаете о разном, грубо говоря, ну, грубо говоря, вот, и это неспроста, то, что, ну, то, что вы думаете о разном, это неспроста, на мой взгляд, вы действительно можете сдерживать себя в, ну, вот, ну, в определенных проявлениях своих, то есть, вот, в том, как вам хотелось бы себя проявить, как вам хотелось бы, там, допустим, отреагировать как-то, да, вот вы себя в этом смысле сдерживаете, то есть, такое ощущение, что, вот, ну, боитесь, боитесь, показаться, показаться, какой-то, какой-то, вот, на это очень важно обратить внимание, как мне кажется, и с этим поработать обязательно, вот, чтобы, ну, чтобы вам полегче было, полегче было, такая вот история. То есть, в целом, можно вести речь о том, что вы, вот, довольно зажаты, вот, в целом, можно вести речь о том, что присутствует у вас чувство стыда такого достаточно, ну, вас абсолютно сильно, вас абсолютно сильно чувствует, чувство стыда присутствует у вас. Вот, и, соответственно, вот, с этими моментами, как мне кажется, в первую очередь нужно работать. Вот, ну, естественно, если вы хотите, естественно, естественно, если вас это интересует. Пока просто непонятно, интересует вас это или нет. Пока просто не очень, как-то очевидно это, не очень очевидно, чего вы хотите. Вот, чтобы спрашивать, как чувствовать себя хорошо, вот, ну, я бы на это мог бы ответить, только пойти на психотерапию и вот посредством психотерапии ваше состояние будет улучшаться. Вот, потому что в основе вашего такого вот состояния самостоятельно, как вот, вы пишите лицарь, внутренний конфликт, который нужно решать. Вот, и решать нужно вам, да, а не, там, ждать разрешение, там, словно, от мамы, например, или бабочки. Ну, и получше узнать свои желания всегда это также является таким своего рода ключиком к решению ваших проблем. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи. Спасибо.